Творческие силы Африканского Союза, это такой аналог ЕС для Африки, решили покончить с сомалийскими экстремистами. То есть покончить с главной исламистской группировкой в стране, движением Шабаб. Сегодня в Эфиопии состоится саммит шести восточно-африканских государств, и там, как ожидается, будет разработан план помощи миротворцам в борьбе с Шабабом. Это движение уже долгие годы терроризирует всю страну и контролирует большую часть столицы, города Магадиша. Боевики Шабаба исповедуют радикальный ислам, христиан воспринимают как своих смертных врагов. На всей подконтрольной территории вводят шариат, а воюют они с особой жестокостью, отрубая головы, убивая мирное население и применяя подрывников-смертников в своих операциях. Короче, это такой африканский талибан. Но Шабаб действует не только на территории Сомали, где признанное правительство почти ничего не контролирует и ничего не может изменить. Боевики регулярно осуществляют нападения на соседнюю Эфиопию, где живут как раз христиане, и делают вылазки в Кению. И эти два государства в ответ начали военные операции против Шабаба, но их сил явно недостаточно. В Эфиопии и Кении не единственные страдают от смалийских исламистов. Те уже проникли и на территорию Судана, и в Уганду, и в Бурунде. В общем, всех настроили против себя. Поэтому миротворческие силы Африканского Союза, которые воюют в Смоле с 2007-го, получают все большую поддержку. И успех начинает сопутствовать им. Когда четыре года назад миротворцы высадились в аэропорту Магадиша, их сразу же обстреляли. И на том операция, я считаю, закончилась. Сейчас в распоряжении Африканского Союза более или менее сильная армия численностью 10 тысяч человек. И она постоянно растет. Ее бойцам уже удалось починить себе большие куски Магадиша. Правда, на это уходит много времени. Даже при помощи добровольных дружин, вроде этой под названием «Последователи учения Мохаммеда». Ее бойцам потребовалось 10 месяцев, чтобы разобраться в сети тоннелей, вырытых боевиками Шабаба под улицами города. А около месяца назад, 20 октября, силы Африканского Союза после 9-часового марша под палящим солнцем и длительного боя решили выдавить исламистов из столичного региона Дайнииле. Они проникли внутрь, наблюдая за тем, как боевики вроде как бегут от них. Местные жители открывали двери и окна, произнося «Не волнуйтесь, Шабаба тут нет». Но внезапно целый квартал окружил миротворцев. И, как вспоминает один из выживших, абсолютно все, в том числе женщины и дети, вдруг взяли в руки пулеметы и гранатометы и начали обстрел. Это была ловушка. 80 человек погибло всего за несколько минут. В итоге миротворцам удалось отстреляться и даже занять позиции. Солдаты Африканского Союза воюют за 1000 долларов в месяц. Неплохая зарплата, если учесть, что в армиях отдельных государств оклад в 20 раз меньше. Но они говорят, что лучшей наградой им станет победа, которая все ближе, но все еще очень далеко.